В 1999 году мы начали строительство конно-спортивного комплекса. Первое, что мы закупили, поник, маленьких лошадок, для того, чтобы детки начинали именно с пониклуба. У нас очень много было желающих и в перспективе вот эти дети, начиная с пониклуба до 2004 года, в том числе братья Борисовы и Красноштановы, очень себя хорошо проявили в конном спорте, в конкуре. В 2004 году Александр Борисов, это первая наша звездочка, который выиграл первенство России в Москве, и нас с ним направили в Лос-Анджелес на финал детских конных игр. Там Саша успешно выступил, заняв первое, второе и восьмое место в Америке. И после этого мы как-то вдохновились и начали опять искать таких же спортсменов, чтобы на следующий год опять могли мы поехать куда-то за границу. На следующий год у нас появился Амалян Аганес, и в 2005 году мы с ним также попадаем в Америку, но уже в другой город. Но тем не менее, не так, конечно, успешно выступил он, как Александр Борисов, но первенство России он выиграл в Москве, и были мы направлены Министерством спорта России в Америку. Это Амалян Аганес. В 2006 году опять Амалян Аганес попадает на первенство России и выигрывает его по детям. И нас направили в Канаду, в Спрус Медалс, такой крупный комплекс. Также мы участвовали там в финале. Ну, попалась лошадка такая очень тяжелая, ей было трудно что-то выиграть, но тем не менее приобрели очень хороший опыт. Затем у нас Александр Борисов уже перешел в юноши, и мы едем в Грецию. Это 2007 год, Греция, выступает он по юношам. Ну, очень солидное соревнование, очень хороший опыт. Вот Сашу там очень хорошо встречали, и оценку делали такую ему специалисты, хорошую, как перспективному всаднику. В 2008 году у нас появляется еще одна звездочка – Дадурин Григорий. Мы с ним летим в Абудабе. Он выигрывает первенство России по детям, и нас в Министерство спорта направляет в Абудабе. Там Гриша занимает третье место. Вот это самые яркие победы, которые были у нас. Это, конечно, приятно вспоминать. Затем Амаляна Ганес попадает в сборную России уже по юношам. В 2007 году наши два ученика Александр Борисов и Амаляна Ганес стали лучшими в спартакиаде учащихся России. В 2009 году Амаляна Ганес – победитель личного первенства четвертой спартакиады по конкуру. Но самая яркая победа в России у нас, конечно, кубок клубов Минитекс по конкуру. Это мы поехали в Санкт-Петербург, где участвовали наши всадники Михаил, Михайлов Сережа и Амаляна Ганес. И с нами еще участвовала Ленагенс. Три наших участника выиграли кубок клубов России. Туда приехали сильнейшие всадники России, и мы этот кубок выиграли. И вот две попоны, которые мы... Одна попона в Германии мы первое место Амаляна Ганес занял. И первое место он занял в Чехословакии, в Чехии. Это тоже очень приятно. За границей первые места занимать непросто. Но вот у нас получилось, и мы этим гордимся. Ну, самые крупные соревнования, которые проходили у нас, это 2005 год, чемпионат Южного федерального округа, Спартаке, а доучащихся России. В 2006 чемпионат Краснодарского края. В 2006 кубок депутата Государственной думы Алексея Ткачева. Кубок главы муниципалитета проходил у нас также в городе. В 2006 году кубок советника президента Российской Федерации Феофана Бондаренко. В 2007 году кубок главы муниципалитета. В 2008 году кубок губернатора Краснодарского края. В 2009 году детские международные заочные соревнования. Спартакеада учащихся России проходила также у нас. Вот такие достижения. Вы знаете, что мы в коллективе проанализировали и заметили, что в семьях с многодетными детьми, конечно, воспитание настолько у детей, такое, ну скажем, для нас, для спортсменов хороших, что они все стали успешными и все добились больших результатов. И кандидатами стали, и мастерами спорта, и перворазрядниками многие стали. Это, ну, начиналось у нас с Борисовых, с Красноштановых, Журенко, Михайлов. Я очень благодарен этим родителям, которые воспитали этих ребят. Ващенко. Вот сейчас у нас тренируется Быков Михаил, тоже из многодетной семьи. Лебеденко Наташа. Это лучшие всадники на сегодняшний день по детям в Краснодарском крае. Зотовы две сестры тоже занимаются. Захарян, Эмма, занимается тоже. Все из многодетных семей. И вот я благодарен родителям за их воспитанность и спортивную такую дисциплину. Ну, я считаю, 20-летие – это такая юбилейная дата. Я благодарен, конечно, всем. И тренерам, которые здесь работали, и всему коллективу. Один, конечно, я никак бы не смог таких успехов добиться. Прежде всего, своей семье, своим детям, которые помогали мне во всем. И поэтому, конечно, у нас комплекс, ну, один из лучших в Краснодарском крае. А по достижениям, я думаю, что, наверное, ну, не буду говорить, но успехов в конкуре мы добивались всегда. В первой тройке всегда были. Ну, а за границей столько последние годы. Ни один клуб здесь у нас не было столько много, как, допустим, мы съездили со своими учениками. Поэтому, конечно, нам очень приятно. Я благодарен всем. И руководству края, и России в том числе. Везде во всем нас поддерживали. И в Краснодаре, и в Москве, когда мы развивались и начинали строительство. Поэтому благодарен всем, кто мне во всем помогал.